Очень предсказуемые действия каждого, потому что мы набрались уже столько опыта сейчас, глядя на обещания и обманы соответствующих наших политиков. Мы столько уже получили прививок от всех избирательных кампаний, президентских, парламентских, что сейчас мне кажется, что состояние общества уже не похоже на то, каким оно было на предварительных выборах президента и парламентских выборах в этом году, как было в предыдущие годы. Потому что такого уже неприятия власти, как сейчас, наверное, никогда еще в истории не было. Об этом даже говорит, пусть это социология, так сказать, наука не точная, но даже желающих голосовать и прийти на выборы никогда в социологии столько не было. А сейчас уже три четверти украинцев хотят прийти проголосовать. И я так понимаю, для того, чтобы изменить ситуацию в стране. Ну, что касается неожиданных людей, они уже сейчас все ожидаемые. Тот же Владимир Зеленский, уже ожидаемый. Все ждут интриги, когда он выйдет своей избирательной программой. Ожидаемо Юлия Тимошенко, потому что она сегодня держит очень красиво паузу на фоне слишком большой активности действующего президента. Ожидаемый, и его тезисы понятные, это, ну, я даже не буду их перечислять, потому что все, по сути, свои тезисы объявили. Что мне сейчас вызывает дискомфорт, что вот таких, понимаете, все хотят все-таки играть в какой-то популизм. Все хотят превращать свою компанию в спектакль. Все думают о том, как они выглядят и подействуют на иррациональность выбора, хотя она существует. А вот рациональное начало, ну, извините, все мы стали прагматиками. Вот что вы хотите, за какие вещи вы будете отвечать в экономике? За какие вещи будете отвечать за социальный уровень людей? Как вы восстановите территориальную целостность страны? Какая ваша внешняя политика? Будете ли вы пересматривать кардинально невыгодное соглашение о зоне свободной торговли, делать коррективы с Европейской области? Или не будете? Все умалчивают все темы главные, чтобы, не дай бог, не потерять электорат. То есть, выборы ради выбора все существуют. А электорат будет слушать эти программы или читать? Или все же таки будет користеться дещо-иншими? Ну, как правило, трошки иррациональность, подобается или нет, это первое. И еще один критерий есть. Вы знаете, мой опыт мой политический показывает, что люди сприймают свой и не свой. Свой, в том числе, отстойвание национальных интересов, отстойвание простою люди. Это свой или нет? Я думаю, что это будет важными такими аргументами на выборах.